Представители знака Зодиалко Стрелец, гороскоп Торопрогноз, весна 2023 года, март-апрель-май. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Но будем реалистами, любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Но мы предполагаем, вместе размышляем и допускаем как альтернативные варианты нашего восприятия, так и развития событий. И на колоде Торо иллюминатов мы достанем три карты по месяцам. Не могу сказать, что рассматриваем четко в последовательности. Все может перемениться, перемешаться или один какой-то вопрос, одна какая-то тема будет занимать ваше внимание весь весенний период. Но достанем мы именно так, как по месяцам, что в марте, в апреле и май. На колоде Торо Висконти-Сфорца спешат карты. Мы тоже достанем несколько карт и зададим конкретные. Более вопросы. Первая карта у нас будет основное событие. Вообще девятка кубков торопится перевернуться. Это когда мы остаемся довольны собой, это точно. У нас тут и в материальном плане все хорошо, и вообще стабильный период жизни, если мы говорим по одной карте. Так вот, какое главное событие или что будет важно, что важно знать, что нам помогает, каковы неожиданности. И по основным сферам жизни мы тоже достанем карты дела, работы, бизнес, спросим, что финансы и личная жизнь. Итак, март. Девятка жезлов. Вообще, с одной стороны, спокойный период для вас, но турбулентность вокруг. По этой карте нам сразу и говорят, не пытайся себя ускорить или, может быть, откликаться на какое-то предложение. Не спеши хвататься за любую работу. Вообще вот так вот здравомысляще осудить, вот рассудить. Нужно это лично вам. По этой карте нам как будто нам воин показан, и мы уже имеем какой-то опыт по этой карте. Где-то мы уже шишек набили. И будем говорить, опирайся на свой опыт и реально оценивай, насколько та или иная ситуация для тебя будет в плюс или, кстати, в минус. Мы не действуем как бы инициированно. То есть мы не пытаемся что-то тормошить или сами себя, или какой-то процесс ускорить. Здесь важно услышать посыл извне. То есть если вдруг нам что-то предлагают, мы должны реально оценить, насколько тот или иной проект осуществим. И то же самое карта говорит. Не вмешиваясь до той поры, пока лично тебя не будет что-то касаться. Порой по этой карте могут быть какие-то конфликтные ситуации вокруг вас. Примите вот это к сведению. И если лично вам ничего не угрожает, если вот по этой карте как раз и проигрывается, что в отношении нас ничего в принципе не происходит. Но мы можем оказаться в той ситуации, когда в принципе какая-то турбулентность или конфликтность обстановки есть. И если это, как например, поддержать кого-то или вступиться, извините за кого-то. Вот буквально так. Нет. Есть определенное мое пространство. Есть сфера моих интересов. И пока какая-то черта или вот как этот барьер, который воздвиг. Он такой визуализированный барьер. Этот человек, нам показанный на карте, вот пока кто-то не переступил, либо область вашего пространства, либо вашего информационного, может быть, пространства, пока нету вот этого самого посыла извне, мы сами не спешим во что-то ввязываться. Буквально будет и так. И для чего это все необходимо? Впереди перемены. По нумерологии 9 это всегда преддверие перемен. Что-то будет меняться. Поэтому по этой карте мы как и себя сохраняем и все то, чего мы достигли. И это касается нашей репутации и нашего статуса. Не допускать отчасти совет кого-то близко. Особенно в отношении каких-то новых знакомств, новых людей. Быть немножко более насторожена. И вообще осторожность на этот период нам не помешает. И в первую очередь, это, наверное, самый такой генеральный совет, не дать застать себя врасплох. Хладнокровие, выдержка и что происходит вокруг. И, пожалуйста, на апрель прекрасная карта четверка жезлов. Во-первых, у нас тоже все под контролем. По этой карте у нас тоже все под контролем. А вот четверка жезлов это какой-то праздник от проделанной работы. Или это признание ваших заслуг. Часто по этой карте могут проходить, знаете, какие-то изменения, может быть, в вашей организации. Или в вашем бизнесе. Но вот лично ваша роль, она отводится как роль победителя. Вообще четыре жезла. И это, знаете, как четыре столпа. То есть, настолько прочная наша позиция. Все под контролем. И мы уже можем чему-то радоваться. Чего-то мы или добиваемся, или достигаем. Больше достижений касается карта. И праздник так вот как раз по этому поводу. Прекрасный месяц стабильный. Май. По маю могут быть какие-то задержки. Или, знаете, вы сами как будто в чем-то будете должны определиться. Причем, может казаться временами, что вроде как решение принято мною. Но, может быть, вследствие обстоятельств вам не захочется торопиться. И где-то по карте говорят нам, что если ты чувствуешь, что, допустим, нужно какую-то информацию по конкретному вопросу. Да, собрать. Что-то изучить. И сделай паузу. Сам останавливайся. По этой карте мы сами именно притормаживаем для того, чтобы либо с чем-то определиться. Либо нас, может быть, заинтересует что-то новое. Или какое-то вот, ну, знаете, как есть тема, а есть подтема, да, или какое-то новое направление. Вот здесь может нас заинтересовать. Мы можем что-то поменять. В целом, по этой карте мы никуда тоже не торопимся. Но что нам хотят сказать? Если ты считаешь, что какие-то изменения ты должен или коррективы внести, ты должен действительно это сделать. Не продолжай, как прежде. Остановись, подумай рационально. Что для тебя лучше? Что наиболее предпочтительно, может быть, выгодно, рационально. В целом, это не сами перемены на май. А как будто, может, правда, какая-то обстановка вокруг вас еще раз поменяется, вынуждая вас скорректировать свои планы. Но вообще это у нас все под контролем. Опять же, у вас, я бы сказала, контроль на первом месте. Начинается с такого контроля, когда мы, я уже сказала, не торопимся, как начинать что-то. А мы оцениваем ситуацию. Так вот, что вокруг меня окружает, да? Каковы мои силы, какова моя позиция и как я могу себя применить, где я могу заработать, какие вопросы я могу решить, что я должен выбрать, может быть. Вот мы немножко не спешим в начале весны. И, может быть, вот эта неспешность, когда мы собой не рискуем, в итоге потом приводит нас к тому, что мы остаемся довольны. Значит, мы более правильные выводы какие-то или выбор сделаем, или какие-то вопросы порешаем. Вообще, приятная весна, много энергии, кстати, потому что, посмотрите, у вас одни жезлы, и, стало быть, ваша энергия, огненная жезловая энергия. Поэтому что-то нас будет увлекать, знаете, так вот с интересом, вдохновлять. И, безусловно, праздник, радость. Главное событие. Еще раз нам про праздник говорят, про радость. И главное событие, когда нас все радует, хорошее настроение. И вот для вас этот период чрезвычайно будет приятен, а у кого-то конкретные будут душевные предложения. Может быть, сердечного плана предложения. Может быть, по личной жизни какая-то информация придет. Но раз выпадает эта карта, скорее всего, как минимум одна новость, которая для вас будет значима. Но и в отношении всего остального это всегда хорошее настроение. Что нам помогает, если мы сломаем о себе какой-то стереотип? Или это может быть как новый проект. По этой карте идет значение хаос перед началом творения. И нам уже сказали в верхнем ряду карты о том, что будут изменения. Именно те изменения в обстоятельствах внешняя среда будет меняться, заставляя, может быть, отчасти. И вас что-то как перепланировать, так и пересмотреть, может быть, из каких-то идей своих, что наиболее реалистично. По этой карте, если мы говорим, что помогает, вопросы, может быть, имиджа, кстати, тоже проходят. Вот в значении стереотипа. Встречают нас по одежке. Провожают по уму. Ну вот встречают-то все-таки какой-то наш облик. Дальше он так человек устроен. Этот облик или как нас восприняли у человека фиксируется, или у людей в целом фиксируется в памяти, и это вот этот стереотип, он начинает работать. Так вот, если выпадает карта шута, и что помогает, мы спрашиваем, вот как раз какой-то этот стереотип сломать. Может быть, поработать над собственным имиджем. Может быть, какую-то деталь даже в одежде вот изменить. Но это смотреть уже нужно вам. Но по этой карте ведь это, по сути дела, вдохновение. Это когда у нас не только есть силы и как будто предпосылки, предложения, а еще и желание что-то изменить. Как новый проект, у кого-то новая работа. Это любое дело, которым мы горим. Потому что по этой карте это всегда, знаете, когда мы, вот новое дело или какой-то вопрос, тема, то, чем мы занимаемся, оно нас захватывает. Нам хочется этим заниматься. Мы горим желанием. Вот это самое главное. И есть по этой карте смысл, что мы должны быть осмотрительны, потому что шут под ноги не смотрит. Он настолько вдохновлен тем, что он хочет совершить, сделать, что он не замечает тех обстоятельств, которые вокруг него. Поэтому, знаете, для кого-то из вас отчасти эта карта может говорить, мои дорогие стрельцы, хоть камни с неба, хоть вот что бы ни происходило, но для вас это будет как будто в плюс. Ведь мы смотрим, что нам помогает. И помимо вдохновения, новых планов и так далее, именно какие-то внешние обстоятельства, которые могут для кого-то быть, может быть, увы, отчасти разрушительными, для вас они каким-то образом будут в плюс. Может быть, благодаря вашему оптимизму, может быть, отчасти, что вы увидите как-то что-то с другой стороны. Вы увидите или сумеете увидеть для себя новые возможности. И поэтому вот какая-то даже турбулентность или даже хаос вокруг для вас помогает. Может быть, вполне вероятно, знаете, допустим, меняется руководитель какой-то, какие-то внезапные перемены происходят. Если вы даже в организации работаете, увольняется один человек, второй, там, третий или еще что-то. И у вас как раз идеальная может сложиться позиция, чтобы получить нужную должность, договориться с нужными людьми, поменять круг общения вообще. По этой карте мы должны, знаете, заботиться о своем статусе и где-то держать марку. Вообще новые возможности. Вот что нам помогает. Так вот, если в двух словах. Неожиданности. А в неожиданностях нам сказали, что будет много людей. Вот она, девятка жезлов. Нам снова говорят, что как и людей, так и событий, информации будет много. И временами, видимо, где-то вот нам говорят, остановиться надо, да. Может быть, отчасти и время будет с одной стороны где-то нам покажется, что, ну, как-то медленно тянется. Но временами будет настолько темп ускоряться, что для нас нужно успевать держать как руку на пульсе, так и подмечать вообще, что происходит вокруг. И в неожиданностях, знаете, может быть вокруг вас, именно вокруг вас, почему я так говорю, по семерке жезлов нам всегда идет один совет, быть сторонним наблюдателем. Так вот, вокруг вас могут быть какие-то споры, могут быть какие-то конфликты. И будет очень важно не вмешаться, не увязнуть. Могут нас по семерке жезлов пытаться втянуть даже в какой-то конфликт. Или, зная характер стрельца, когда люди правдивые, вы, да, вот насколько я знаю, стрельцов, они говорят как есть, по факту. Так вот, не говорите ничего, не осложняйте где-то себе ситуацию, потому что могут отчасти провоцировать «прими мою точку зрения» или «да и должен меня поддержать». Так вот, никто никому ничего не должен, вы можете отчасти себе навредить. И рядом у нас карта Шута, она как раз и говорит, что для кого-то это будет сложность, вот такая шумиха какая-то или вот какое-то движение такое, а для вас вы правильно расставите приоритеты. По сути, две карты, которые одна другую дополняют. Видимо, в принципе, это будет важно. Важно со всеми ладить, понимаете? Могут ругаться, а вам как будто нейтралитет. И тогда для вас новые перспективы, какие-то новые интересы и праздник. Дела работы, бизнес. Ну точно, вот видите, я не случайно про статус, и часто так и бывает, что обязательно какая-то из карт статусная выпадает, когда есть Шут, и выпадает у вас император, не кто-нибудь, а это как раз власть, иерархия власти, буквально ступени. И эта карта означает о том, что, правда, многие из вас могут получить новую должность, сменить свой круг общения, заручиться поддержкой вышестоящих каких-то лиц. Вы сможете порешать многие вопросы, если таковые будут. С чиновниками обратиться в какие-то инстанции, может быть, с представителями власти. Вы с ними будете как на одной волне. И поэтому отчасти поработать над имиджем совершенно необходимо. Как будто заходя в какой-то кабинет. Или, может быть, для вас будет складываться, нам тоже об этом сказали, такая ситуация, что можно построить карьеру. Уже как будто пора менять должность, да, уже руководить нужно. И карта нам об этом говорит. И поэтому за вами могут, знаете, словно наблюдать. Уделите внимание собственному имиджу. И по этой карте мы, это как совет, мы допускаем, мы не идем против закона. Вот этот момент, он очень важен. Мы словно плывем больше по течению. Мы не пытаемся перепрыгнуть через голову руководителя, например, да. Лучше нам проще будет договориться, нас услышат и где-то поймут, если мы будем хладнокровно и рациональны. И не нарушаем вообще какие-то законы, правила, может быть, приказы. Вот нужно себя страховать. Мы не рискуем как собой по этой карте, так и своей репутацией. Для вас это будет очень важно. И отчасти, даже в каком-то если хаосе, мы должны предвидеть на пару шагов вперед. Император, он никому отчасти ведь не доверяет. Он надеется сам на себя. И он не может собой попросту рисковать, потому что от него многое, что зависит. Вот эта подсказка, она, в общем-то, и для вас тоже будет актуальна. Финансы. Еще один старший аркан, влюбленный. И в этой, кстати, колоде это называется «Пробуй, пытайся, начинай». Карта дипломатии, конечно же. И вот все то, что я перечисляла, когда даже если вокруг, не пойми что, и многих людей будет ставить какая-то ситуация в тупик, для вас она будет хороша. Вы сумеете со всеми, как договорится, найти общий язык. Вот, наверное, все ваши лучшие качества характера во весенний период, они могут проявиться. Вы ими должны как будто пользоваться. Для кого-то из вас эта карта может означать, не только как будто мы, да, через диалог, то, что я сказала, можем беседовать, и в нашем отношении нам могут повысить жалования, или мы можем говорить о новой должности, и, скорее всего, к этому мы придем, или мы проложим себе такой надежный путь. Но это еще по этой карте, как будто деньги будут к вам приходить разными способами. Может быть, отчасти деньги вашего партнера, но деньгами мы останемся довольно это точно. И на какой-то длительный период мы строим успех. Вообще это замечательно. Личная жизнь. Нам выпадает король Пентакли. И, наверное, знаете, мои дорогие, тут я бы не сказала, что есть какие-то перемены. Король Пентакли отчасти это статусная карта, поэтому кто-то из вас будет буквально занят больше работой своим, может быть, где-то имиджем или построением карьеры. И как раз нам об этом говорит и карта. И одновременно у король Пентакли все-таки Пентакли. Кто-то будет, если особенно это бизнес ваш, или вы где-то участвуете, компаньоны, вы будете зарабатывать просто деньги. Нет эмоций в этой карте. Хотя по этой карте хорошие друзья проходят, надежные, которые помогут и словом, и делом. Мы на них можем положиться. И поэтому в личной жизни у кого-то может появиться такой человек. Кто знает. И я могу даже предположить, занимаясь каким-то делом, работой, вы можете, или пойдя куда-то, может быть, оформлять документы. То есть за ней, вот что-то выполняя, вы можете познакомиться. Это новое знакомство у кого-то может проиграться. Или может быть дружба, которая будет надежная на длительный период. И человеку можно доверять. Отчасти это люди проходят, те, которые рождены под знаком зодиака стихии земли. Телец сделал козерог. Или асцендент. Или просто человек, который сделал себя сам и прочно стоит на ногах. Так вот, у кого-то это может быть как персона такая. А для кого-то из вас вы, может быть, надумаете заняться своим делом. Работать на самого себя. Чтобы выстроить тоже свое благополучие. И тогда вот весна для вас – идеальное время, мои дорогие. Как, может быть, согласовать какие-то бумаги, так и в принципе что-то начать. заручиться чьей-то поддержкой и продвинуть уже и увидеть какие-то плоды труда своего. Даже так. Ведь по королю Пентакли вот это все может быть. А личная жизнь – это не только про любовь. У каждого проиграется немножко по-своему. Перекладывайте на себя и будьте счастливы.